Добрый день еще раз! Добрый день! И давайте еще раз представимся нашим радиослушателям и зрителям нашего канала Фонда Сварок для того, чтобы освежить в памяти, кто вы? Шаталов Геннадий, представитель правления Фонда развития общественных связей и регион-пиар ну и основатель туристских премий Национальная премия в области событийного туризма Russian TVN TV Arts Всероссийская туристская премия «Маршрут года» и Всероссийского фестиваля конкурса «Туристический сувенир» город Воронеж Фестиваль открыт Какие впечатления по открытию, как это все происходило? Ну, одни эмоции Слов как бы очень много можно сказать потому что, ну реально, вот мы уже с вами обсуждали что вот говорили удаленность и так далее да, более того, до открытия я узнал, что в селе проживает всего вот здесь 50 человек что меня еще больше поразило я увидел такой, я думал, что это все местные жители, оказывается, это люди, приехавшие с разных городов посмотреть мне очень порадовали коллективы музыкальные, которые вот в традициях выступили более того, порадовало то, что это были и дети, и средний возраст, и взрослые то есть вот некое единение разных возрастов и все это вот настолько вписалось вот открытый ландшафт вот этой площадки что просто, ну очень замечательно, очень замечательно и тема вот чая, тема вот русского этого напитка, чая, да хотя мы говорим там, он есть и зеленый, и как бы и китайский, и разный чай но чай это, как бы мы в нашей памяти, да, всегда его пили на Руси в больших количествах мы видели очень много здесь все связанное с чаем все связанное с чаем и также мне понравилось, что и музыкальная программа на открытии была подобрана соответствующим образом то есть очень все замечательно, народные костюмы плюс мы посмотрели сейчас выставку тоже замечательно это замечательные работы которые, ну, очень многие музейные площадки бы гордились имея вот такие выставочные экспозиции те самые куклы, которые вот авторской работы то есть очень, очень здорово очень здорово и я думаю, что такие же эмоции были и на лицах которые видели это открытие и стали участниками фестиваля потому что вот самое главное в глазах зрителей был вот огонек вот им было очень здорово вот им было комфортно а это говорит о том, что им это понравилось а главнее, ну, наверное, это когда на лицах людей, пришедших на то мероприятие можно прочитать улыбку, блеск в глазах мы видим, как раскупается сувенирная продукция это очень, очень положительный очень момент но, я говорю, а особенно после того, как я узнал, что здесь всего лишь 50 человек проживает и я понимаю, что это возраст уже соответствующий то есть это бабушки, дедушки, мы их видели, они в первых рядах зрителей, да, на лавочках я понимаю, что вот сюда нужно возвращаться тем более, здесь очень великолепные места я рад, что еще раз подчеркну, что я очень рад что выбрались на этот фестиваль из Воронежа мы приехали, да мы надеемся, что мы еще сегодня посмотрим и сам фестиваль посмотрим и Ивановские достопримечательности Ивановской области ближайших территорий и обязательно посетим храм который буквально здесь недалеко расположен это Митрофания Воронежского это нашего святого, нашей земли то есть мы увидели, что мы практически приехали к своим родственникам то есть очень великолепно, очень великолепно то есть, скажем так ожидание, оно соответствует тому, что вы увидели, правильно? или что-то увиденное превзошло по некоторым параметрам ожидания? в некотором смысле даже превзошло вот именно, вот та энергетика тот позитив более того, вот приезд с разных вот здесь я уже говорил разных территорий сюда то есть казалось бы ну нижегородцы, владимирцы ярославцы, вот мы видели с самого Иваново то есть с разных территорий это очень, вот очень положительно потому что я ожидал, что организаторы, я это видел по информационному полю, там по социальным сетям, как они активно готовятся и так далее, но вот очень порадовала эта география приехавших на данное мероприятие вот, превзошло и я очень рад и я уверен, что в фестивале есть будущее мы уже проговорили некие планы развития совместной деятельности, более того и не только с данным фестивалем мы здесь увидели еще на представителе нескольких других событий ближе этих же района Ивановской области, которые готовы вот включаться и это, я уверен, что на следующий год данную фестивальную площадку, вот мы уже разговаривали сегодня и с главой района придется территорию расширять потому что вот я уверен на более чем сто процентов что мы поможем в том числе подключимся к этому мероприятию и площадка будет вот вся заполнена гостями вся гостями и в том числе и зрителями то есть перспективы достаточно серьезные да, если вырисовываются? очень серьезные, тем более мы видим что самое главное это заинтересованность вот тех самых активных людей, местных жителей, да, которые это делали сегодня мероприятие учитывать их почти нету бюджета первое, они делали это впервые они только начали выстраивать отношения, свое взаимодействие отношения и систему взаимодействия с департаментом областным культуры и туризма они только начали вот буквально за несколько недель до открытия фестиваля и впереди будет год мы проведем здесь и литературные чтения учитывать то, что здесь есть корни там и писателей и художников там родом отсюда я уверен, у него есть очень большое будущее ведь самое главное это то, что организаторы вот горят, горят желанием и я уверен, что вокруг вот горящих своей идеей своим делом людей объединяться еще мы окажем всяческую поддержку в том числе привлечем авторов других проектов, которые близки по тематике и я уверен что и средства массовой информации поймут, что вот это то, что нужно нашей земле, вот это нужно возрождать вот так, через маленькие такие события, лишний раз посмотреть нашу землю потому что это же не только Россия, это не только большие мегаполисы города на самом-то деле вот она настоящая природа да, и настоящая Россия именно вот она потому что где мы видим и природу лес и играющих детей вот бегающих по площадке не боясь там автомобилей и так далее мы видим как разный возраст понимаете, здесь объединяется разный возраст в рамках то есть преемственность поколения то что называется да, и здесь не нужно каких-то дополнительных патриотических речей там и так далее здесь вот нужно просто всем поколениям быть вместе на этой площади просто прийти сюда прийти сюда включиться в хоровод вместе спеть песню включиться в нее даже там слова разучить и так далее походить посмотреть чем богаты какие игрушки мы какими ремеслами богата наша земля вот это и есть то самое патриотическое воспитание которое должно быть о котором сейчас все говорят да именно говорят очень много мы видим больших громадных фестивалей в больших городах и так далее устраивают но вот через такие небольшие фестивали в маленьких городах в маленьких селах и как раз то и должно возрождение быть не зря говорится что ну провинции сильна россия мы сильна мы сильны у нас большие территории большие земли более того мы должны через именно вот через небольшие вот такие фестивали которые будут расширяться будут вовлекать мы именно можем увидеть всю нашу историю как в костюмах как и в творчестве в песнях в танцах мы вот то самое как вот мы буквально недавно были Грайворонский район Грайворон да Белгородская область то есть там есть Галина Алиханова которая 15 лет занималась изучением вот этих вот узорного хоровода танки Грайворонские танки это определенный хоровод определенной линии их несколько улиц это вот улицы как бы целые выстраиваются это было грандиозное действие она 15 лет это изучала теперь восстановили это выяснилось что хоровод там ну вот как бы он всегда был ранее и все его ходили водили а вот под утратили но мы увидели как понимаете установили рекорд страны рекорд был установлен там пять с лишним тысяч ходили водили эти хороводы но они как бы заходили улицу проходили одну фигуру следующую уходили могли дополнительно я сам лично там в одной в хороводе одной из улиц это было грандиозное действие грандиозное действие и они готовы это популяризировать продвигать то есть есть там несколько затейников которые это вводят я уверен что в Ярославле мы обязательно познакомим авторов данного фестиваля с Грайворонцами и на следующий год они привезут своих нескольких хороводов которые водят так заводилы и здесь очень было бы здорово на этой площадке также водить хоровод более того они расскажут как его правильно там название это очень здорово вот это и есть наша история вот это и есть наша история которую можно именно здесь вот увидеть на этих территориях маленьких фестивалях частично вы ответили уже на мой вопрос который хотел задать на взгляд эксперта что бы сюда можно было добавить вы уже сказали и это можно добавить а что-то еще такое есть что вот можно как изюминку сюда вложить хоровод раз да второе очень прекрасные мы обязательно также пригласим сюда это вот Гаврилов Ямского района вот там они в этом году делали фестиваль песни имщика там страна имщика да то есть они делали детский флешмоб около тысячи хоровое пение около тысячи детей и потом взрослые столько же то есть нужно привезти сюда вот здесь нужно чтобы мы видели как прекрасно пели сегодня музыкальные коллективы но они этим занимаются а нужно вот чтобы все зрители были вовлечены вот хоровое пение это очень здорово не обязательно всем обладать этим великим голосом хорошим голосом да музыкальным слухом мы видели как все зрители вовлекались несколько тысяч людей подхватывали и пели за вот теми коллективами которые стояли эти песни пели и вот это нужно добавить более того здесь нужно добавить вот ремесленные ряды выставочную экспозицию и обязательно в том числе очень хорошо бы вот я думаю они будут во второй половине после как дождик это обязательно интерактивные площадки чтобы могли лепить сами мастер-классы мастер-классы да и я думаю еще очень бы не помешало учитывая что мы на природе находимся да это народные игры это бабки их очень много народных игр которые играли кости бабки там но они разные салочки вот что вот что не хватает тем более пока еще и старше поколение и среднее наше поколение мы еще помним определенные игры а дети то уже кроме айфона уже ничего не помню да они предпочитают играть уже в другие как бы игры но на самом то деле это и есть те же городки та же лапта это можно было это не бейсбол а наша лапта которая еще старше чем бейсбол гораздо и это можно было здесь это делать эти игры устраивать это и для взрослых и для детей это очень увлекательно но это и в том числе это физическая некая подготовка активный отдых так называемый то есть вот в совокупности танцы хороводы песни и народные игры ремесленничество мастер-класс вот это бы дали бы полную картину настоящего русского села настоящей русской культуры в общем видим есть куда расти есть очень интересные моменты задумки есть куда расти и я уверен что на следующий год это будет реализовано потому что я еще раз подчеркну мы увидели желание этого организаторов это делать плюс мы увидели очень большое желание у районных органов ну районных властей это поддерживать и у областных то есть они увидели мы уже вот обговорили все эти вопросы они готовы поддержать ну чем могут а здесь самое главное что организаторы получат уже дополнительную поддержку и и мы им тоже поможем в плане привлечения здесь вот кто кого с играми кого с пением кого с хороводами чтобы вот получился такой большой фестиваль и он здесь будет на следующий год хорошо ну и в заключение традицию нашу знаете что то нашим слушателям и зрителям канала фонда сварок зрителям я хотел бы вот в продолжение первого да своего пожелания сейчас бы сказать еще следующее вот мы сегодня побывали на этом фестивале и уважаемые зрители знаете в этом селе на следующий год может пройти очень большой и хороший фестиваль люди объединяются люди хотят мы готовы помогать готовы там органы власти и организаторы готовы расширять чтобы это получился праздник я уверен что у каждого из вас есть свои мысли есть свои идеи вы можете обратиться на телевидение на канал они подскажут контакты организаторов и каждый может высказать там какую-то игру предложить там какой-то мастер-класс давайте вовлекаться давайте быть более активными и не ждать когда кто-то за нас что-то сделает мы делать должны праздники сами для себя давайте собираться давайте объединяться и выходные дни мы можем здесь проводить два выходных пару выходных мы можем посвятить здесь одному фестивалю который мы сделаем сами все вместе не надо ждать когда органы власти будут там что-то делать и так далее давайте мы сами покажем потому что под лежачий камень вода не течет благодарю спасибо вам спасибо 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 Субтитры создавал DimaTorzok